А лекарство заезжать — это полный бред. Следующий вопрос. Ну, спрашиваешь, в чём предназначение каждого воплощения, вот каждого человека? Да, наверное, самое главное — проснуться в первую очередь. Без того, чтобы пробудиться, а остальное всё бесполезно. А вот потом, когда человек, сущность проснётся, начнёт понимать и разбираться, тут уже зависит от того, что она будет делать. И предназначение в том, чтобы человек действительно стал не разумным животным, а, собственно, человеком. Вот я понятие ввёл, в чём отличие. Если кто не читал, я просто скажу, чтобы не подумали, что я уже категорию выживаю. Это низший сорт, это высший сорт. И тогда все рождаются животными. Это первая фаза. Потом мы примем вторую фазу — разумные животные. И потом третья фаза — собственного человека, как я называю. Чем определяется, допустим, отличается собственный человек от разумного животного? И там, и там человек. У него две руки и две ноги, одна голова. Хвоста нет. И нет подал. А в чём же различие? А очень простое различие. Что на фазе разумного животного инстинкты контролируют поведение человека. А на фазе собственного человека человек контролируется инстинкт. Это не значит, что у него исчезли инстинкты. Это значит только то, что человек этими инстинктами может управлять. И в этом плане попытный момент, потому что многие не обращали внимания на такие вещи. Я когда видел фильм «Штрафбат», есть такие, кто видел фильм? Помните там главный командир штрафбата, герой главный? Помните, когда он контужно попал в плен, там загоняют наших военнопленных в барак, где накрыты столы. Помните, да, момент? И предлагают им есть и пить. И большая часть людей кидается, ну, если голод не тётка, да, кидается, начинает, извините, жрать. По-другому не назову. И, наверное, кто видел, тоже не назовёт, что это люди ели, да? Вырывали друг друга и так далее, и так далее. И только относительно небольшая группа людей, хотя они были голодны, та же, как и все остальные, не кинулись. Что сделали немцы? Те, кто кинулись, ну, опять-таки скажу, жрать, извините за грубое слово, их просто отогнали, касательно баранов, и погнали дальше. Потому что они не опасны. Потому что когда человек контролирует инстинкт, то есть человек голодный, ему плевать на всё, он кидается и делает то, что требует инстинкт. Голод начинает сыться. Жизнь сохранить, сделать всё, что угодно, чтобы жизнь сохранить. Правильно же? Вот такие люди не опасны. Потому что они находятся на фазе разумного животного. Не потому что они плохие, просто они ещё не прошли эту фазу. А вот те, которые не кинулись, они опасны. Почему? Этих людей не так-то легко запугать, заставить что-то сделать и так далее. И помните, что было сделано с ними? Было предложено. Или вы приходите работать на нас, или второй. Тот выбрал второй. Помните, что пуля попала в череп, скользнула, и он был закопан живым могилой. И так далее. Ну, потом выкропался и так далее. Вот видите, как раз в момент. Кто-то обратил на это внимание? Нет. Нет. А это очень... Обратили внимание, да? Но это очень важный момент. Потому что почему немцы провели такую селекцию? А вот это и показывает, что немцы сделали это преднамеренно. Потому что для немцев это было важно. Их тоже может им противостоять. Потому что если человек способен противостоять голоду, он будет противостоять силу страха смерти и так далее. Он не будет продавать и убивать других. Ну, знаете, даже во время Чеченской войны наших пленных ребят заставляли убивать своих же. Правильно? Приставили ему пистолет к иску и нажми крок, или тебя, или ты. Так? Один отказывался, его убивали. А многие другие стреляли от других, чтобы их самих. Человека ломали. Ну, в любом случае, ломали, но у него уже был... Он жил по инстинкту страха. Инстинкт самосохранения. Он готов был убить кого угодно. И свою мать бы убил. Томас, спаси себя. Вот таких людей, они выгодны системе, почему им легко управлять. Так вот, когда люди начнут просыпаться, когда люди не знают, что они будут предстоит бояться смерти, что они будут тупо себя, как мазохисты, издеваться над собой чем-либо и так далее, не в этом дело. Но люди, которые могут наролировать свои инстинкты, они становятся свободными. В полном смысле слова. Неуправляемые паразитической системой. Вот поэтому их очень сильно боятся. Сильные люди народа всего. И таких людей становится должно быть как можно больше. И чем больше людей проснется, и чем больше людей пройдет фазу и станут именно собственным человеком, то все проходят. И я себя не... Да, я проходил все фазы так же, как и все. Просто я проходил гораздо быстрее, чем большинство других. Но это вопрос второй. Но не в этом же суть. Это естественный процесс. А то, что социальные паразиты делают, они делают все, чтобы человек никогда не вышел из состояния разумного животного. Когда инстинкт давлеет над ним, над его поведением, над сознанием. Вот что главное. И поэтому моя задача, вот через свои книги, информацию, помочь людям перейти с фазы второй, с фазы третьей, собственно, человека. И тогда действительно... Это не значит, что проблемы исчезнут. Многие люди, которые узнают реальность в полной смысле слова, по крайней мере, некоторые мои друзья так говорили, что им становится грустно, потому что когда они не знали все это, все это было, никуда не исчезло. Но им было как-то... Они не видели, не понимали и так далее, им было немножко легче жить. Да, это может и правда. Ну а что, лучше жить не ведая ничего? Или все-таки ведая что-то пытаться сделать? Я считаю, что лучше жить ведая и пытаться же изменить. Потому что в этом случае у нас есть шанс что-то изменить. А если мы ничего не ведаем, ничего не знаем и продолжаем жить в таком радужном невежестве, неведении, то от этого пользы никому не будет. В том числе и нам в первую очередь. И в первую очередь это нужно не мне, вот то, что я пытаюсь сделать. Мне это, естественно, если думал себе, мне это дар мне нужен. Потому что мне, кроме головной боли, это не приносит ничего. Потому что я делаю в том, что я считаю, что нужно помочь людям пробудиться, действительно осознать, стать тем, кем они должны стать на самом деле. Потому что я считаю, что каждый человек, кажется, если люди разные, никто не должен ориентироваться, что вот я хочу быть таким же, как сосед или так далее. Не нужно ориентироваться, это парадическая система. Каждый человек должен максимально реализовать самого себя. Если он максимально реализует себя, неважно в чем, вот в своем таланте человек должен добиться максимального результата. Должно быть его стремление сделать, условно говоря, даже табуретку, он делает своими руками. Он должен вложить это дело любовь, делать с любовью, все, что делается, все должно делать с любовью. В смысле, не так любовь в том понимании, а именно с душой вкладывая в себя все. Если он сделает табуретку лучшую, что он может сделать сам, пускай это не будет самая лучшая табуретка в мире, но он достигнул потолка того, что он может сделать, он себя реализовал. А другой человек, который, имеющий огромный талант, к примеру, сделать, может, в сто раз лучше табуретка, но он реализовал себя на один процент, он себя не реализовал. Понимаете? Вот нужно понимать такие вещи, что реализация самого себя – это не погоня за кем-то другим, соревнования тоже неплохо. Это попытка добиться того, чтобы себя реализовать самого. Вот добиться в себе, в деле, которое делаешь, ну, для себя какой-то смысл, радость создавать. Ну, просто мне приходилось по своей жизни работать и делать еще многие вещи, и не столь творческие, скажем так. И вот я всегда в любой работе, я пытался найти себе смысл, даже в бессмысленной работе, чтобы именно смысл придать уже не бессмысленности, то, что делаешь, а для себя. Ну, к примеру, когда я работал на заводе после школы, я работал на вереволюционном заводе, в 411 минеральных водах, где я жил, в Родинске-Кисловодске. И там, что, группа «Драгметалл» называемая, это вот электронику собирали, и наша задача была из электроники извлекать золото, серебро, платину, потому что там было полно, их довольно-таки много. И, в общем, привезли несколько тысяч реле, ну, знаете, сколько реле, да? Пластик. Вот тебе берёшь молоточек, очень интеллектуальная работа, да? Берёшь релешку, разбиваешь её, и нужно так хорошо пить, чтобы попасть именно в реле, а не туда или сюда. Когда пару раз попадёшь, больше не захочешь, правильно? Ту же точность появляется, удара. Но очень интеллектуальная работа, да? И вот разбиваешь, вытаскиваешь там контакты, откусываешь кусачками, где вот там серебряные, золотые или платину, и откладываешь, а всё в сторону выбрасываешь. Интеллектуальная работа выше крыши, не так ли? И что же, вы знаете, как вы думаете, что же я себе придумал? А я придумал, поставил цель себе. А сколько я могу разбить этих релеушек, запустим, за час? Цель поставил себе. И уже моя бессмысленная работа для меня подвела смысл. Вот я разбил, а могу я сделать больше? Сделать здесь, и это уже бессмысленная работа для меня подвела смысл. И она уже мне стала интересна, потому что, ага, а сделал больше, а могу ещё больше, могу больше и так далее. И тупая работа для меня стала полезной. Потому что я занимался сам собой. И в любом деле, которое человек может делать, какое бы оно тупое ни было, бессмысленное, можно именно добиться, что он действительно достанет радость о том, что ты победил самого себя. Никого-то, ничего-то. Победить других – это не так важно, это не так сложно. Самое сложное – победить самого себя. Вот когда человек побеждает самого себя, то есть ставит цель, и ставит высшая и высшая цель, и он её добивается, вот это действительно доставляет ту радость, которую некая победа над другим не доставит. Поэтому многие вещи нужно делать действительно с душой, вкладывать в себя. Потому что я считаю, любое дело нужно делать, или вообще не начинай делать, или делать по максимуму, что ты можешь. И пускай это не будет самая лучшая вещь, но это, по крайней мере, будет то, что ты максимально смогу сделать в данный момент. Завтра ты можешь сделать лучше, но это уже завтра. Но сегодня ты сделал это. И вот здесь каждый человек будет это. Это даёт такое творческое развитие любого человека. На любом уровне работы. Начиная от простого рабочего, качая тем же президентом. Любой человек на русском языке может быть творцом. А кто мешает это делать, скажите? Никто. Только мы сами. Поэтому давайте не будем мешать себе сами, в первую очередь. Нам и другие помешают без этого, правильно? А вот если мы не будем мешать сами, мы уже полдела сделали.